Всем расслабленные мелодии, пацаны. Я прям вижу ваш немой вопрос, где я так долго пропадал. Посмотрите на меня. По-моему, это очевидно. В монастыре. Итак, как я уже сказал, расслабленная мелодия. Сегодня у нас Кезару. И сегодня мы пишем на стандартных плагинах. Так что давайте приступим. И в первую очередь мы добавим этот самый первый стандартный плагин. Вот Pax, Instruments, Keyboard, CloseGrant. Мы уже сталкивались с этой библиотекой и в других видосах. Я надеваю наушники и проговариваю, видимо, каждое свое действие. Я закрываю браузер и выставляю темп 137 ударов в минуту, потому что это чуть более расслаблено, чем 140 ударов в минуту. И давайте начнем с мелодии. Откроем наш Piano Roll. В Helper зайдем, в Scale Highlighting посмотрим. Fadies, как обычно. И я выбрал Minor Harmonic. Ну, просто это другой лад, просто это другой скейл. Вот есть несколько интересных ладов. То есть Minor Harmonic, Minor Melodic мне нравится. Natural Minor это самый обычный лад, самый обычный скейл. И Precision Scale. Вот четыре те, которым я вам рекомендую присмотреться. И они все имеют чуть-чуть разное настроение. Чуть-чуть разный окрас с мелодией, если вам хочется так назвать. Давайте начнем. И начнем мы даже не с трех нот, а с двух. Вот с этого я начал. А тут? А? Круто, да? Третья нотка. С третьей ноткой всегда все круче. Ну, конечно же, мы не можем все это так оставить. Но как основа, даже это уже неплохо. И это, кстати, будет сегодня Ultimate Guide по развитию ваших идей. Вот это даже на идею, наверное, не очень сильно тянет. То, что я вот здесь вот накалякал из этих трех нот. Просто тут такой ритмик. Мне нравится, как это звучит. Мне нравится вот этот ритмический рисунок. Вот этот. Поэтому мы напишем сюда еще вот так. Вот этот переход на вторую часть. А чтобы этот переход звучал круче, мы добавим сюда то, что я знаю благодаря комментам. Точнее, я знаю, как это называется. Называется это фаршлаг. Не путать с дуршлаг. Ха. Вот. Круто, да? Но на самом деле реально звучит... Уже довольно интересно. Конечно, пока это слабенько. И добавим то же самое на вторую часть. Но на второй части у нас будет вот так, вот так. И вот так. И. Круто. Мне нравится. То есть, смотрите. У нас есть супер-мега простая мелодия, которую мы только что с вами сделали интереснее. То есть, мы взяли три нотки, продублировали их. И третью ноту подняли на пару полутонов вверх, чтобы получить какое-то микроскопическое развитие. После этого мы добавили в первой части переход на вторую часть. А во второй части тот же самый переход, но чуть-чуть модифицированный. И все, используя исключительно вот эти хайлайты. То есть, вот этот скейл хайлайты из хелперов для пиано ролла. Иди. 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 Теперь нам нужен аккомпанемент. Вот это прекрасное слово нам нужно. Потому что мелодия очень высокая. И к ней нужен аккомпанемент, чтобы между басовым битом и вот верхней лидирующей мелодии, вот эту огромную зияющую пустоту, чем-нибудь забить. И забьем мы это, по сути, вот практически перебором вот этого аккорда. То есть, это базовый аккорд фа диез. Это фа диез минор или соль бемоль минор. F шарп майнер. Вот так вот. Или G флэт. Ай, да ерунда все эти названия. Просто смотрите. Стандартный минорный аккорд, который начинается с вот этой нотки, которая является корневой для нашей тональницы, для нашего лада. Сейчас люди, которые знают нотную грамоту, пробивают рукой лицо. А мы продолжаем. И вот наш аккомпанемент. И аккомпанемент будет играть четвертями, то есть на каждый удар метронома. Потому что у нас вот сверху чуть-чуть измененный ритм. И чтобы лишний раз подчеркнуть измененность вот этого ритма, мы аккомпанемент пишем на обычном ритме. Теперь мы можем это дублировать, но здесь мы можем сделать что-нибудь более интересное. Например, вот так, вот так, вот так. Вот. Теперь мы можем все это снова продублировать. Но поскольку здесь у нас идет G-шарп, она же соль диез, мы делаем вот так. Вот эту ноту тоже переносим на G-шарп. Здесь мы делаем вот так тоже. Вот эту ноту мы тоже переносим с А на G-шарп, то есть с Ля на соль диез. А вот эту на октаву вниз, но на Ля. Потому что здесь у нас Ля, последняя нотка, последняя четверть в нашей мелодии. И здесь на нижнюю последнюю четверть тоже приходится Ля. То есть типа не знаешь, какой выбрать интервал, фигачь октаву. И по сути здесь вот у нас тоже октаву, потому что это одна и та же нота. И вот здесь вот у нас тоже октава. Уже звучит недурно. Еще что мы можем сделать? Мы можем выделить вот это все и продлить, чтобы получить более красивые нотки. Так стало звучать чуть-чуть приятнее. Теперь нам нужно добавить еще и супер-пупер-мега нижний аккомпанемент. Например, вот так и вот так. Естественно, мы снова это дублируем. Здесь вот у нас нотка Ля. И поскольку здесь у нас уже как бы преобладает Соль диез, то мы переносим ее на полтона вниз, на Соль диез. И тем самым еще больше поддаем разнообразие. Все это выделяем и перебрасываем на октаву вниз. Если вот эти горячие клавиши, которые я нажимаю прямо сейчас для вас, темный лес, то я крайне рекомендую вам посмотреть мой видос про «Стань мастером пиано-ролла». Вот это все там пояснено. Видос, естественно, будет по подсказке наверху прямо сейчас, вот где-то вот здесь вот он загорелся. И посмотрите, однозначно рекомендую. В конце тоже, скорее всего, на него будет ссылка. Вот так звучит круто, да? Богато, круто, объемно, мощно. Но, естественно, это не тот звук, который нам нужен. Мы сейчас займемся его очеловечиванием. С помощью, для начала, можно нажать Alt-S. То есть это стром-майс, то есть очеловечивание за счет того, что в аккордах создается микропауза перед каждой ноткой. Типа, чтобы аккорд нажимался вот так вот, а не вот так вот сразу. Я надеюсь, вам понятно мое объяснение. Вот, окей, круто. Теперь мы еще можем поиграться с Velocity. Выделяем все, Alt, колесо мышки. Вот так. Займемся вот этой частью тоже. Здесь тоже можем как-нибудь предпринять какие-нибудь интересные действия. Например, вот так. Тут потише. А, и вот еще после стром-майса происходит вот такая вот ерунда. Смотрите. И получается, нам добавляется еще один такт. Это из-за того, что он вот чуть-чуть продлевает нотки. Конечно, это можно было там в настройках сразу поменять. Но поскольку я этого не сделал, я выбираю лезвие, Shift, правая кнопка мышки, и все. Все стало окей. И он начался с начала. Теперь лидирующая верхняя мелодия. И тут тоже как-нибудь покрутим. Мы ее сильно убавлять не будем. Она будет чуть-чуть, вот буквально на капельку громче, чем все остальное. Во, идеально. И теперь смотрите. Вот скажете вы, что это ерунда, что это не обязательно. Давайте это Ctrl-C, Ctrl-V в новый паттерн. Все это выделяем. Нажимаем Ctrl-Q, чтобы выровнять. Громкость все тоже выравниваем. И слушаем, как это было до человечивания. По-моему, вот какого-то напряжения, именно вот, короче, погружения в мелодии стало больше. Она стала более приятной, как минимум. И добавляем следующий инструмент. Это флейта. Флейту мы возьмем из плагина Citrus. И она находится где-то в винт. То есть она же ветреноинстер, правильно? В флюте. И, естественно, я забыл об этом сказать сразу. По какой-то неведомой причине. Я постоянно об этом забываю. Как только это видео соберет 2000 лайков, проект с этой мелодией, со всем-всем, что мы сделаем сегодня в этом видео, окажется в моем паблике ВКонтакте. Так что вы сможете скачать этот проект, поковырять. И, возможно, для себя перенять какие-то фишки из него. И как только 2000 лайков, паблик ВКонтакте, в нем будет проект. Ссылка в описании. И продолжаем. А флейта звучит вот таким вот образом. Вот она. Вот такая супер-мега простая мелодия. Можем все это на всякий случай продублировать с помощью Ctrl-B. И здесь тоже можем продублировать с помощью Ctrl-B. Уже, по-моему, довольно-таки недурно. И можем провести следующую очень интересную процедуру. Выключить предварительно один из звуков. Выделить Ctrl-Alt-C. Enter. И вот это resampling. То есть мы законсолидейтили. То есть мы как бы превратили вот эти MIDI-файлы в вавку. Отключаем следующий. Снова выделяем Ctrl-Alt-C. Enter. Power. Итого, у нас есть два аудиофайла. Вот они. И это наша мелодия. Что мы можем с ней сделать? То есть сейчас у нас появились новые возможности манипулировать ей как угодно. Давайте создадим ее копию. В обоих файлах здесь делаем Make Unique. И правят на прямышке Make Unique. И теперь мы можем сделать, например, вот так. Вот мелодию опустим на... Флейту опустим на октаву вниз. А здесь мы мелодию опустим на октаву вниз. То есть фортепиано. А с флейты сделаем следующую. Манипуляцию. Смотрите. Опять же, я все это делаю на свой вкус, как мне нравится. Вот так вот мы обрезаем. И протаскиваем сюда. И здесь вот тоже так сокращаем. Отправляем на какой-нибудь там, давайте, шестой канал микшер. Почему нет? И сюда вешаем одну интересную штучку, которая называется Delay 3. Выберем здесь Ping Pong. Сет. Давайте 1 восьмая оставим. Сейчас поковыряем, посмотрим, как это будет. Левел поднимем где-нибудь. Вот здесь смотрим. 74% пусть будет. И... Нет, фигня. А если здесь сет 1 четвертая? Неплохо. Только левела надо подать еще больше. Но самое главное, чтобы левел не превышал 100%. То есть вот в этом положении это 100%. Когда он становится уже желтеньким, это плохо. Оставляем его зелененьким. Где-то 86%. Правой кнопкой мышки жмем на VAT. И делаем Create Automation Clip. И проделываем следующую операцию. Опускаем здесь. Поднимаем. Вот здесь. Давайте как-нибудь вот так вот, наверное. Да, вот так. Чтобы у нас была мелодия, она обрезалась. Но потом тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту продолжалась. Мне нравится. И так вы получили, по сути, готовый Song Starter. То есть мы уже из этого можем сделать готовый бит. И заметьте, тут вообще никаких сведений никакого нет. Никаких эффектов. Просто и уже звучит неплохо. Давайте все это отправим на какие-нибудь тоже свои каналы микшера фортепиано. И второе фортепиано можно отправить на один канал микшера. А вот флейту и вторую флейту лучше не стоит отправлять на один и тот же канал микшера. Потому что тут есть у нас вот дилей. Сюда мы можем, например, накинуть просто ревер. Опять же, это не обязательно. Но чтобы звучало поприятнее, можем. Давайте отрежем как минимум низ. У нашей флейты, потому что его дофига. И то же самое можно очень аккуратненько сделать с фортепиано. Так хорошо. Слушаем. Не знаю, как вам, но мне это сочетание очень нравится. И теперь давайте накинем биток. Давайте его тоже скинем на микшер. Ctrl-Shift-L. И раскидаем его по паттерну, чтобы нам было удобнее. Вот тут закинем все это дело в плейлист. Вот так вот. И можем написать какое-нибудь супер-мега-простое развитие. И еще напишите в комментариях, что бы вы хотели. Чтобы я выложил это как проект в свободный доступ. Или чтобы я это допилил и сделал из этого полноценный фрибит. Или сделал и то, и другое. Мне, в общем-то, не особо сложно. Я могу из этого сделать полноценный фрибит. И выложить его в своем паблике с битами. Ссылка, кстати, на которой тоже есть описание. А пока... А пока... Как еще мы можем это развить? Например, взять отдельно фортепиано и посту. И отдельно его закинуть вот так вот. Например. Убрать их. Так, я накинул Озон с пресетами, которые вот уже много раз проговаривал. То есть на них тоже лишний раз не будем останавливаться. Давайте поговорим про биток лучше. С битком у нас все тут тоже очень просто. Вот изи 808 бас. С ним ничего не сделано. Кроме как... Вот супер-мега-маленький буст. И все. Кик. Кик тоже просто забущен. И все. Клэп. Ничего не сделано. Давайте на хэд и, кстати, повесим стерео шейпер. То есть, чтобы, в принципе, звучало чуть покрасивее. Вот так на один и на второй. Если посмотреть на партию хэдов, то она супер-мега простая. Партия следующих хэдов тоже. То есть, тут у них даже панорама не тронута. Этот перк тоже играет просто на последнюю четверть каждого второго такта. А следующий перк играет на первом такте. И в третьем такте играет перед снером. То есть, максимально дефолтный бит и такая вот мелодия. Опять же, если вам формат такой и таких вот видосов нравится, где я просто пишу мелодию и потом накидываю дефолтный бит и показываю, что писать мелодии просто и показываю вам способы работы с мелодиями, напишите об этом в комментариях. Потому что мне лично, это мне конкретно, эта тема крайне интересна. Я готов делать видео на эту тему. Потому что попытка сделать точную копию какого-то бита, это реально просто попытка. Потому что я никогда в жизни не узнаю, что именно использовал тот битмейкер. И поэтому мне приходится иногда какие-то вещи усложнять. А когда я пишу мелодию, то есть я пишу свою мелодию, но ориентируясь примерно на общее настроение, вот, например, в данном случае на общее настроение битовки ZARUS, его Say No More альбома, EP точнее. Вот мне вот это нравится. Если вам нравится это смотреть, то отпишите в комментариях, ставьте лайк. И, в общем, давайте уже послушаем биток. Да, как я уже сказал, на мастере у нас есть Ozone со стандартными для меня пресетами. Все парты я вам показал, мелодию я вам показал, все эффекты я показал. Давайте уже послушаем, потому что, по-моему, звучит неплохо. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, получился вот такой вот биток. Я понимаю, звучит супер-мега-грубо, то есть звучит совершенно неидеально, но суть этого видео именно в том, чтобы написать мелодию и накинуть к ней дефолтный бит, чтобы послушать, как вот эта мелодия будет обыгрываться битом. Мне кажется, что получилось очень даже ничего. В целом, мелодия уже сама по себе звучит неплохо, а бит эту ситуацию добивает. В общем, если вам это видео понравилось, если вам нравится такой формат, то, во-первых, напишите об этом в комментариях, потому что для меня это очень важно. И мне было бы интересно продолжать делать такие видео. И, конечно же, ставьте лайк, если это видео понравилось, если оно хотя бы чуть-чуть было интересно или полезно. А если вообще неинтересно, совершенно бесполезно, и вообще ерунда какая-то, то ставьте полностью заслуженный дизлайк. И с вами был Стас. Чтобы заказать мой обучающий видеокурс по литмейкингу, напишите мне, ссылка на меня в описании. Там же вы сможете узнать о нем подробнее. И на сегодня у меня все. Обязательно, обязательно посмотрите другие видео, которые есть на этом канале. Они вам 100% понравятся или будут полезны, если вам понравилось это видео. И подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Жахните по колокольчику, чтобы не пропускать новые видео. И все. С вами был Стас. Увидимся в следующем видео. Пока.